Кого это наследство не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. 1 Коринфянам 2.9 Как же мы можем в настоящей жизни получить в свою пользу то, что превосходит даже наше разумение? Потому оно и сохраняется для нас там. И посмотри на великое промышление Божие. Для настоящей жизни он назначил труды, чтобы тяжесть их облегчалась краткостью времени, а благо сохранил для будущего века, чтобы воздаяние продолжить вечно в жизни стареющейся. Эту жизнь он называет также царством. Хотя это не может быть выражено словом, но сколько мы способны слышать, он изображает будущее состояние, называя его то царством, как я сказал, то браком, то владычеством, и такими блистательными употребляющимися у нас названиями, приводя нас к разумению будущего, то вечную славою, бессмертным блаженством, жизнью с Христом, с которыми ничто не может сравниться. Какие же условия церкви, или лучше сказать, этого наследства? Такие, которые не представляют ничего трудного. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Матфея 7.12 Видишь ли, что он не предписал ничего странного, но то, тоже, чего и прежде требовал. Как ты хочешь, говорит он, чтобы поступали с тобой ближние, так и сам поступай. Хочешь, чтобы хвалили тебя? Хвали сам. Хочешь, чтобы у тебя не похищали? Не похищай сам. Хочешь быть в чести? Почитай других сам. Хочешь получить милость? Оказывай милосердие сам. Хочешь быть любимым? Люби сам. Хочешь не слышать о себе худого? Не говори ничего такого сам. И заметь, какая точность в выражениях. Он не сказал и как хотите, что вы творили, так творите. Но если хотите, так как в добродетели ведут два пути, из которых один состоит в удалении от пороков, а другой в совершении добродетелей, то он предлагает последний, ясно указывая через него и на первый. Первый путь Бог открыл, когда сказал, что ненавидишь, не делай другому. Тавита 4.15. А последний он ясно указал, сказал, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Есть и другое условие. Какое же именно? Любить ближнего, как самого себя. Что может быть легче этого? Ненавидеть? Тяжело и сопряжено с беспокойством. А любить легко и удобно. Подлинно. Если бы Господь сказал, вы люди, любите с дверей. Такая заповедь была бы трудна. Но когда он заповедал людям любить людей же, к чему и однородность, и единство происхождения, и естественное влечение служат великим побуждением, то как может быть здесь трудно? Это бывает и у львов, и у волков, и их родство природы располагает в взаимной приязни. Поэтому какое мы можем иметь оправдание, если не станем привлекать к себе любовью однородных с нами, тогда как укращаем львов и приучаем их к своему дому? Не видите ли, как многие для получения наследства гоняются и ухаживают за стариками, будучи сами людьми молодыми и здоровыми, и постоянно сидят около них, перенося все неприятности старческого возраста от подагры, расслабления и других болезней, сопровождающих старость. Между тем там только одна надежда на богатство, и при том надежда неверная, а здесь небо, и прежде небо благоволение Божие. В написании Целма сказано «По наследствующим». Кто же это наследствующий? Церковь и все члены ее. О ней говорит Павел. Я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить чистую девою и Иоанн, имеющий невесту, жених есть. Иоанна 3.29. Но у жениха обыкновенного после первых дней брака ослабевает сила любви, а наш жених остается непрестанно любящим нас и непрестанно усиливает свою любовь. Выражая это, Иоанн и называет его женихом, так как у жениха любовь бывает особенно сильна. И церковь он назвал невестою не поэтому только, но и потому, что желает всем нам быть одним телом и одною душою, подобретели и любви. И как невеста все делает для угождения жениху, таковы должны быть и мы во всю жизнь. Как невеста с того самого дня, как поселится в братьном чертоге, заботится только об одном – как бы угодить жениху. Так точно и мы, в продолжении всей настоящей жизни, должны заботиться об одном – как бы угодить жениху и сохранить благонравие невесты. Об этой невесте упоминает и Давид, когда говорит. «Стала царица одесную тебя в афирском золоте, и вся слава тщери царя внутри, одежда ее вшита золотом». Солом 44, 10, 14. Хочешь ли видеть и обувь ее? Послушай Павла, друга женихова, который говорит «Обувшие ноги в готовных благовествовать мир». Ефесянам 6, 15. Хочешь ли видеть и пояс ее, составленный из правды? Он же научит тебя, припаянцев, говорит он, «Чресло ваше истинною». Ефесянам 6, 14. Хочешь ли видеть красоту ее? И это можешь узнать от него, не имеющую пятна или порока. Ефесянам 5, 27. Послушай, что говорит о ней и Премудрый. «Вся ты прекрасная, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Песни песней 4, 7. Хочешь ли видеть и ноги ее? Как прекрасный, говорит апостол, ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Римлянам 10, 15. И то поистине дивно и поразительно, что он, украсив ее таким образом, не пришел во всей своей славе, чтобы при избытком своей красоты не поразить и не изумить ее. Но приходит облеченный в ту же одежду, какая у невесты, такой же плоти и крови, какая у нее, евреям 3, 14. И не ее призывает в горе, но сам свыше приходит к ней, соблюдая и здесь закон, по которому жених приходит к невесте. Об этом и Моисей говорит, посему оставит человек отца своего и матери и прилепится к жене своей. Бытие 2, 14. И Павел говорит, в тайности я велика, я говорю по отношению ко Христу и в церкви. И 6, 5, 32. Пришедши в жилище ее, и найдя ее нечистую, грязную, обнаженную, запачканную в крови, он обмыл ее, умастил, напитал, одел одеждою, лучше которой невозможно найти. Он сам становится для ней одеждою и, взяв ее, таким образом отводит к себе. Вот та, которую готова на наследство. Что же говорит о ней пророк? Многое. Он есть защитник ее, и предсказал, и предвозвестил, и многое из того, что предстоит ей, например, касательно жениха, брака и благ, ожидающих ее. Так и здесь он говорит о ней, и в самом начале, подобно ораторам, говорящим в судах, замечает, о ком он произносит справедливую речь, именно о наследствующей. Чего же просит наследствующая? Послушаем. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, салом 5, их 2. Жениха называет она Господом. Это свойственно благоразумной невесте. В самом деле, если и у нас, имеющих одно естество, бывает так, то есть жена называет мужа своим господином, то тем более это прилично между церковью и Христом, который по естеству своему, есть владыка. Вот почему она называет его здесь Господом, не только как жениха, но и как владыку, и располагает его к выслушанию ее просьбы. Так как ей предстоит получить наследство, а это наследство действительно получится только в таком случае, если она точно исполнит заповеданное, то она просит и умоляет его быть ей помощником, чтобы достигнуть обетованных благ и не лишиться наследства. Поэтому она и говорит, услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, и говорит это с дерзновением, так как просит того, что и сам он желает даровать ей. А кто стал бы просить того, что недостойно дарующего, тот не мог бы таким образом просить милости. Когда кто молится против врагов или против людей, причинивших ему какое-нибудь зло, то это слова не человека, а дьявола. В самом деле, если клятва от дьявола, что сверх этого, говорит Господь, то от дьявола, Матфея 5,3,7, то очевидно, что и молитва против врагов происходит от него же. Итак, когда ты будешь говорить, услыши, Господи, то говори так, так свойственно говорить человеку кроткому и человеколюбивому и не имеющему ничего дьявольского. Пророк называет здесь не звук голоса, но расположение души. Так и Моисею, хотя он молчал, Господь сказал, что вопиешь ко мне, исход 14-15. Не сказал, о чем молишься мне, но что взываешь ко мне, потому что Моисей приступал к нему с сильным расположением души. А дабы ты видел, что и здесь он говорит не о вопле, но о расположении души и напряженном обращении к Богу. Он не сказал, услышь вопль мой, но что? Уразумей, то есть познай. Так пророк, хотя употребляет человеческие слова, но в самых человеческих словах точно выражает, что он хочет сказать. Внимли глаз умоления моего. Стих 3. Опять разумеет глаз внутренней. Так взывала и Анна. 1 Царство 1.13. Не сказал просто, вонми глазу молитвы моей, но моления моего, потому что молящийся должен быть и по внешнему виду, и по внутреннему расположению, смиренно умоляющим. Умоляющий не употребляет слов обвинителя, а кто молится против врагов, тот больше обвинитель, нежели проситель. Видишь ли, как пророк благоустроил молитву и сделал ее достойною принятия. Так и мы, когда молимся и желаем быть услышанными, то наперед устроим, чтобы наша молитва была молитвой, а не обвинением, по примеру, салмопевца, и тогда уже будем посылать ее к Богу. 2 Царь мой и Бог мой. Слова, часто употребляемые пророком, но еще больше они составляют преимущества Авраама, о котором Павел говорит. «Посему не стыдится Бог называться их Богом». Евреям 11.16. То же выражение употребила и наследствующая церковь, и сделала это по любви. Она не сказала просто «царь», но «царь мой и Бог мой», показывая любовь свою. Потом она излагает и причины, по которым просит, чтобы он услышал ее. Какие же это причины? «Ибо к тебе молюсь, Господи». Но кто же, скажешь, Богу не молится? Многие только кажутся молящимися Богу, а сами делают это на показ людям. Не так поступает она, но обращается к самому Богу, забывая все человеческое. «Рано услышь голос мой». Их четвертый. Видишь ли усердие и душевное сокрушение? В начале дня, говорит, я совершаю это дело. Пусть выслушают это те, которые приступают к молитве после бесчисленного множества дел. Не так поступает она, но в начале дня начатки его отдает Богу. У царя ты не допустил бы, чтобы кто-нибудь нише и тебя, прежде тебя, поклонился ему. А здесь, когда солнце уже поклоняется Богу, ты еще спишь, уступаешь первенство твари, не предупреждаешь всех творений, созданных для тебя, и не воздаешь ему благодарности, но, вставая и умывая лицо и руки, душу свою оставляешь нечистою. Или ты не знаешь, что как тело очищается водою, так душа молитвою. И так, помой прежде тело душу свою. К ней пристало много пятен порока. Смоем их молитвою. Если мы таким образом оградим уста свои, то положим доброе основание дневной деятельности. «Рано предстану пред тобою». «Предстану» тебе, говорит, не переменную место, но делами. Такой человек может быть близко к Богу, а быть близко или далеко от Него зависит от самого человека, потому что Бог везде. «Предстану пред тобою и увижу, ибо ты Бог, не любящий беззакония». Птих 5. Другой переводчик говорит «И узрю, яко Бог, не хотящий беззакония». «У тебя не водворится злой». Здесь пророк указывает на идолов, потому что языческие боги радовались таким людям и всякому беззаконию и всем делам порочным. «У тебя не водворится злой». «Не будет, — говорит, — любезен тебе, — не будет близок к тебе. «Нечестивые не пребудут пред очами своими». Птих 6. Здесь он показывает, что Бог ненавидит зло и научает желающих приближаться к нему, благоустроять себя таким образом, потому что иначе невозможно быть близко к Богу. Если к человеку доброму не может быть близок тот, кто отличается от него своими нравами, то тем более к Богу. Так Иоанн, находясь в темнице и никому не показываясь, был не сносен для Иродиады, хотя эта женщина была так далека от него, и после смерти он тяготил совесть того, кто был тогда тираном. Итак, не думайте, чтобы кто-нибудь из живущих добродетельно терпел зло, хотя бы на него и нападали злые. Терпят зло, делающее зло. «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие, ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь». Столом 5, стих 6-7. «Это говорится не для того, чтобы мы только слушали, но чтобы, часто слыша это, научались сообразоваться с нравами жениха и делаться близкими к нему, если же этого не будет, то мы лишимся вышней помощи, чего хуже ничего быть не может. Ты возненавидишь всех, делающих беззаконие, хотя бы то был раб, — говорит, хотя бы свободный, хотя бы царь, и кто бы ни был, потому что не по внешним достоинствам, а по добродетелям Бог обыкновенно избирает себе друзей. Но так как многие из людей грубых считают не во что быть в ненависти у Бога, то послушай, как он противокупляет и страх наказания, «погубишь», — говорит, «всех говорящих ложь», обращая речь к более грубым грешникам. Наказание не ограничится одной ненавистью Бога, хотя и это невыразимое наказание, но он погубит всех говорящих ложь, и первое ужасно, и быть в ненависти у Бога страшнее Гиенны, но это сказал он для способных понять, а для более грубых присовокупил и второе. Итак, не смущайся, человек, не беспокойся, когда видишь, что некоторые говорят ложь, похищают, предаются любостяжанию и не претерпевают ничего худого, сказанное непременно сбудется, потому что таков Бог по естеству своему, он отвращается от пороков, всегда ненавидит и не терпит их. Под говорящими ложь, пророк здесь разумеет, живущих порочно, совершающих дела неправды, преданных удовольствиям, невоздержанию, любостяжанию, все это он обыкновенно называет неправдою, кровожадного и льстивого, внушается Господь. Здесь говорит о человеке, склонном к убийству, к хитрому, лукавому, имеющем на языке одно, а в душе другое, показывающим снаружи вид скромности, а на самом деле свойства волчьи, чего хуже ничего быть не может. От врага явного нетрудно остеречься, а тот, кто скрывает свою лукавство, и между тем действует злобно, будучи нелегко уловим, может совершить много худого. Вот почему и Христос повелел бодрствовать, когда явятся такие люди, потому что они приходят к вам в одеждах овечьих, а внутри суть волки хищные, в Афеях 7.15. «А я по множеству милости своей войду в дом твой» стих 8. Так как в состав церкви входили и такие люди, язычники, волшебники, убийцы, чародеи, лжевцы, лицемеры, а она сказала, что Бог ненавидит и отвращается их, то желая показать, что она не по праву и не за добрые дела свои, но по человеколюбию Божию избавилась от них и введена во внутреннее покое его, пресвокупляет, «А я по множеству милости своей войду в дом твой». Чтобы кто-нибудь не сказал, «Как ты, сделавшая то и то, получила спасение?» Она показывает, каким образом она получила спасение. Именно, что она спасена по великому человеколюбию, по неизлеченной благости Божьей. Но бывают люди неизлечимо больные, которые не принимают и милости, как, например, иудеи. Благодать и милость, хотя бы благодать и милость, но и они спасают лишь желающих и принимающих благодать, а не упорствующих и не желающих принять этого дара, каковы были иудеи, о которых и Павел говорил, что они, не разумея правды Божьей и усиливаясь собственной праведностью, не повиновались правде Божьей. Римлянам 10.13 «Сказал о том, что принадлежит Богу, далее она говорит и о том, что принадлежит ей. Поклонюсь святому храму твоему, в страхе своем». Их 8. «Когда я получу благодать, говорит, тогда представлю должное с моей стороны, принесу тебе такую жертву, поклонюсь святому храму твоему, в страхе своем». Не так, как многие из молящихся, которые в это время почувствуются, вивают, дремлют, но говорит со страхом и трепетом. Кто молится таким образом, тот отлагает всякое зло, располагается ко всякой добродетели, приобретает в себе благоволение Божие. «Господи, путеводи меня в правде Своей ради врагов моих». Стих 9. «Сказав во славу Богу, что он ненавидит зло, что он человека любил и промышляет о нас, сказав о своем спасении и о том, каким образом она спасена, сказав, что сделала и она по получению спасения, именно, что она отпросилась от зла и прилепилась к добродетели, подав доброй надеждой живущим порочно, что и они могут получить милость, если захотят исправиться, а она потом обращает речь свою в прошении и говорит, «Господи, путеводи меня в правде Своей». Этим она научает слушателя прежде всего восстылать словословие Богу и благодарить Его за полученное благодеяние, а потом просит, чего желает, и опять благодарит за то, что получит. Но посмотрим, ничего она просит, ни житейского ли чего-нибудь, ни временного ли, ни скоро приходящего ли, ни о богатстве ли, говорит она, ни о славе ли, ни о власти ли, ни об отмщении ли врагам ее, ничего такого не просит она. Чего же? «Господи, путеводи меня в правде Своей ради врагов моих». Видишь ли, что она не просит ничего временного, и как она и спрашивает вышней помощи, ведь идущие таким путем особенно нуждаются в этой помощи. Правдаю же называется здесь добродетель вообще. И хорошо она сказала «правдаю Твоею», потому что есть и человеческая правда, правда по законам внешним, но правда малозначащая, не имеющая совершенства и полноты, и основывающаяся на человеческих соображениях. А я, говорит, прошу Твоей правды, которая не сходит от Тебя и которая возводит на небо. Прошу и помощи, чтобы приобреть эту правду. 44. Хорошо так же она сказала «путеводи», потому что настоящая жизнь есть путь, имеющий нужду в высшем наставлении. «Если мы намереваясь войти в город, нуждаемся в человеке, который указал бы нам путь, то тем более намереваясь войти на небо, имеем нужду высшей помощи, которая бы и показывала путь, и утверждала, и руководила, потому что есть много распутий, которые отклоняются от пути, поэтому мы должны держаться десницы Божьей ради врагов моих». Многие, говорит, восстали на меня враги, желая отклонить меня от этого пути, ввести в заблуждение и вывести на другой путь. При таких злоумышлениях, при таких соблазнах руководи ты меня сам. Я имею нужду в твоей помощи. Впрочем, если руководить есть дело Божие, то быть достойным руководства десницы Божьей есть дело нашего усердия. Если там ты будешь нечист, то не поддержит тебя десница Божия. Если, например, ты будешь любостяжателен или иметь какую-нибудь другую нечистоту. «Исправь пред тобою путь мой, то есть сделай его для меня известным, ясным, знакомым, сделай его прямым для меня, другой переводчик говорит, уравняй предо мною путь твой, то есть сделай его удобным, легким. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба». Стих десятый. Мне кажется, здесь она говорит и о тех, которые находятся в заблуждении, осуждая уста и сердце, как чуждых всего доброго, и о тех, которые живут порочно. Гроб открытый, гортань их. Разумеет, или то, что они склонны к убийству, или то, что они произносят мертвящие и зловонные учения. Впрочем, не погрешите тот, кто гробом отверстием назовет уста, произносящие храмные слова, потому что это зловоние, исходящее из гниющей души, гораздо хуже чувственного зловония. Таковы же уста корыстолюбцев, которые не произнесут ничего здравого, а одни убийства и хищения. И так, да не будут уста твои гробом, но пусть будут сокровищницей. Сокровищницы весьма много отличаются от гробов тем, что последние портят то, что принимают, а первое сохраняю. Поэтому имеет и всегда пребывающее богатство любомудре в устах, а не зловоние какое-нибудь и гнилость, и не просто сказала гроб, но гроб отверстый, чтобы лучше выразить их отвратительность. Такие слова следует скрывать. Они произносят их и таким образом еще больше обнаруживают болезнь свою. С мертвыми телами мы поступаем иначе, предаем их земле, а они поступают своими словами наоборот, и что следовало бы скрывать глубине сердца и подавлять, то они произносят, причиняя вред многим и предлагая на всеобщее позорище. Будем же увещеваю вас отгонять от себя таких людей. Если мертвые тела мы погребаем вне города, то тем больше нужно отгонять куда-нибудь далеко произносящих мертвые срамные слова и не желающих скрывать их, потому что такие уста зараза для целого города языком своим льстят. Вот и другой вид зла. Одни скрывают коварство в душе своей, произнося слова льстивые, а другие так злы, что самые слова помрачают своею злобою и строят козни и обманы. Осуди их, Боже, да отпадут они от замыслов своих. Их один из статей. Заметь здесь кротость молитвы. Не сказала накажи, но осуди их и прекрати злобу их, сделай злоухищрения их безуспешными, а молиться, чтобы не преуспевали злые дела их, значит молиться в их же пользе. По множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против тебя, Господи. Стих 11. То есть я нисколько не заботюсь о том, что делается со мною, но скорблю о том, что касается тебя. Подлинно любомудрой душе свойственно не мстить за оскорбление себя, но сильно восставать против оскорбления Бога. Между тем многие поступают напротив, оставляя без внимания касающиеся Бога и с великою силой мстя за себя. Не таковы святые, но они сильно восставали против оскорблений касающихся Бога, а касающихся их самих оставляли без внимания. И да возвеселятся все уповающие на тебя. Стих 12. Вот и плод молитвы, и те делаются лучшими и отстают от пороков, и другие получают великое удовольствие, видя их перемену, обращение к лучшему и успешное исправление. Вовек возрадуются и возвеселятся в них. Вот самая постоянная радость. Другие радости бывают нисколько не лучше водных потоков, лишь только являет этот час исчезая. А радость по Боге бывает продолжительной тверда, надежной постоянно, не нарушается никакими неожиданными обстоятельствами, но еще более возвышается от самых препятствий. Так апостолы подвергались биению и радовали в Яне 5.40. Павел терпел скорби и ликовал, готовился умереть и призывал других к участию в своей радости. «Но если я и соделываюсь жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а тем самым и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Филипфисам 2.17.18. Кто радуется таким образом, теми обитает Бог. Вот почему и она говорит, «Вовек возрадуюся и возвеселиться в них». То же самое выражал и Христос, когда, желая показать неизменяемость этой радости, говорил «Я увижу вас, и радости вашей никто не снимет». Иоанна 12.22. И Павел говорит еще «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». 1. Соломи 5.17.18. «И будут хвалиться тобою любящее имя твое». Этим только и можно хвалиться, этому только радоваться, этим только восхищаться, а кто хвалится вещами житейскими, тот нисколько не отличается от людей, приселящихся во сне. Да есть ли скажи мне в вещах человеческих что-нибудь такое, чем бы можно было хвалиться? сила ли телесная? Но она не составляет достоинства, зависящие от нашего произволения, и потому хвалиться ею мы не можем. Притом она скоро ослабевает и теряется, а нередко даже служит во вред, имеющим ее и пользующимся ею не так, как должно. Тоже надо сказать о красоте и благообразии, о богатстве и власти, о роскоши и о всех предметах житейских. Но похвала от бога и любовь к нему вот украшение, которое лучше всего, вот отличие, которое превосходит тысячи диадем, хотя бы удостоившийся этого находился в пузах. Это украшение не уменьшается ни от болезни, ни от старости, ни от переменных обстоятельств, ни от неблагоприятных времен, ни от самой смерти, но делается тогда еще блистательнее, ибо ты благословляешь праведника. Их 13. Так как многие, имеющие подобное настроение и особенно преданные добродетели, подвергаются осуждению и смеянию, то, чтобы кто-нибудь из людей более слабых не падал духом, посмотри, как пророк укрепляет душу его, ибо ты, говорит, благословляешь праведника. Какой вред от того, что люди и вся вселенная презирают его, если владыка ангелов восхваляет его и прославляет? Точно так же нет никакой пользы от того, если бы все живущие на суше и на море прославляли, а он не благословлял. Поэтому будем всегда стремиться к тому, чтобы он нас прославил, чтобы он нас увенчал. Если будет так, то мы станем выше всех, хотя бы мы находились в бедности, хотя бы в болезни, хотя бы в крайне стесненных обстоятельствах, так и блаженный и он, девший на куче нечистот, покрытый гноем ран и бесчисленным множеством червей, терпевший невыносимые страдания, презираемый рабами, оскорбляемый друзьями, врагами и женою, заведенный до бедности, голода и неисцельной болезни, был блажение всех, почему? Потому что Бог благословил его, говоря, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла, Иов один-один, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Заключение пророка опять произносит благодарность, воссылая благодарственное словословие Богу. Что значит оружие благоволения? Оружие превосходное, оружие по сердцу Божию, оружие самое благонадежное. Смысл этих слов следующий, ты оградил нас самую лучшую помощью, другой переводчик говорит, увенчал нас, относя это к праведнику таким образом. Ты увенчаешь его праведника, то есть твое благоволение служит ему вместо оружия и оружия превосходного, или так, ты ограждаешь праведника самую лучшую помощью, так что ни доблесть его не лишается безопасности, ни безопасность его не лишается славы. Подлинно, кто может быть сильнее, кто доблесть не человека, охраняемого Вышнюю Десницею, этот венец сплетается из милости, как сам Давид говорит в другом месте, венчает тебя милостью и щедротами, Солом 102-4. Он сплетается и из правды, как говорит Павел, а теперь готовится мне венец правды, 2 Тимофея 4-8. Он есть и венец благодати, как другой писатель говорит, венцом же благодати защитит тебя, 3-4-9. Он есть венец славы, как говорит Исаия, будет венец надежды, сплетенный славою, Исаия 28-5. Этот венец имеет в себе все, и человеколюбие, и правду, и благодать, и славу, и красоту. Он есть дар Божий, приносящий разнообразную благодать. Он есть венец не пления, как говорит Павел, те ради венца пленного, а мы не пленного, 1 Коринфянам 9-25. Таким образом, смысл приведенных слов следующий. Ты окружил нас безопасностью и славою, таковы дары Божии, крепкие и прекрасны, таковы венцы Его. У людей же бывает не так, но кто в славе, тот не в совершенной безопасности, а кто в безопасности, тот не всегда в славе. То и другое у них нелегко соединяется, а если и соединяется, то скоро разрывается. Например, люди, облеченные властью, знатные и славные, не находятся в безопасности, но по тому самому повеличию славы своей они особенно и стоят на опасном месте. Люди отверженные и презренные, находясь в безопасности по своей неизвестности, не пользуются честью, но по тому особенно, что находятся в безопасности, не имеют почестей, а у Бога не так, но то и другое и безопасность и слава соединяются в высочайшей степени, поэтому, представляя величие этих благ, и прежде всего то, как велико благо быть угодным Богу, в чем заключается и оружие, и слава, и безопасность, и множество других благ, с терпением будем проходить предстоящий нам подвиг, не будем никогда падать духом и оставаться без оружия. В этом роде войны невозможно воину оставлять оружие, но только тогда оканчиваются труды, когда оканчивается зрелище, а зрелище оканчивается тогда, когда душа отрешается от тела. Итак, пока мы в здешней жизни, нам нужно постоянно бороться, и сидя дома, и выходя на торжеще, и вкушая пищу, и в болезни, и в здоровье. Даже время болезни бывает особенно временем этой борьбы, когда болезненное чувствование со всех сторон тревожит душу, когда скорби осаждают ее, когда дьявол стоит и подстрекает сказать какое-нибудь недоброе слово. Тогда-то особенно и нужно держать себя в безопасности, ограждаться броней, щитом, шлемом и другим оружием, и непрестанно благодарить Бога. Это страшные стрелы для дьявола, это смертельный удар для злого духа, за это особенно даруются светлые венцы. Так и блаженный Иол, ничто не препятствует нам опять обратиться к Нему. Зато особенно сделался славным, зато стал знаменитым, зато удостоился венца, что он во время искушений, болезни и бедности показал неизменную душу и непоколебимое сердце, и воссылал Богу благодарственное словословие, эту духовную жертву. Жертвую были слова Его, которые Он произносил. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Иов 1.21. Так всегда будем поступать и мы в искушениях, в бедствиях, в огорчениях, непрестанно прославляя и благословляя Бога, потому что Ему подобает слава во веки веков. Аминь.